Магнитогорский металлургический комбинат Мы будем не об этом. Темой нашей программы станут законы, своды правил и люди, которые всему этому посвятили свою жизнь. 3 декабря профессиональный праздник отметят юристы. У нас в гостях будут представители этой славной профессии. Встретимся с ними буквально через одну минуту. А сейчас давайте посмотрим новостной дайджест. На какие только уловки не идут чересчур предприимчивые торговые агенты, навязывая свой товар доверчивым пенсионерам. Да и список самих товаров постоянно расширяется. Во время входа квартирками выезжоры сообщают пенсионерам, что по постановлению правительства Челябинской области ветеранам производится установка водоочистителей по льготным ценам. Поверив незваным гостям, пожилые люди приобретают их за 8600 рублей и расписываются во всех документах, предоставленных представителями фирмы «Управдом». Уже позже выясняется, что фильтр для воды можно было бы приобрести гораздо дешевле. В Магнитогорское объединение защиты прав потребителей пенсионеры, попавшие в подобные ситуации, обращаются очень часто. Но с точки зрения закона, покупку товаров люди совершают сами и по доброй воле. Магнитогорский металлург на мажорной ноте завершил очередную домашнюю серию. Подопечные Виктора Козлова сумели взять реванш у Спартака за недавнее поражение в Москве. Счет открыли гости. На 14-й минуте свою первую шайбу в КХЛ забросил 19-летний Илья Талалуев. Исправлять ситуацию магнитогорцы начали решительно. Уже на 22-й минуте Евгений Тимкин в фирменном силе вылез на ворота и заставил ошибиться Маркуса Свенсона. А на экваторе встречи Томаш Филиппи выдал роскошный пас на дальнюю штангу, куда вовремя подоспел Мэтт Эллисон. Именно канадец завершил эффектную интернациональную комбинацию 2-1. Но за 8,5 минут до конца основного времени победа хозяев оказалась под угрозой. Спартаковцы провели красивый молниеносный розыгрыш и Вячеслав Лещенко сравнял счет. На 57-й минуте Евгений Тимкин в окружении нескольких соперников сумел сохранить шайбу в зоне атаки и при поддержке Криса Ли доставил ее Оскару Осселя. Второй снайпер Металлурга броском в касание забил по-настоящему эстетский гол, но главное победный. 3-2 домашняя серия позади. У нас в гостях люди, которые посвятили свою жизнь служению Фемиде. Итак, знакомьтесь, это заместитель председателя городской общественной палаты, член Ассоциации юристов России Станислав Марайкин и член общественной палаты, доцент, кандидат юридических наук Елена Ерик-Линцева. Здравствуйте. 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 Станислав, ну вы к нам прямо с корабля на бал, да? Вас назвали юристом года. Давайте мы посмотрим кадры с этого мероприятия. Да, помимо звания юрист года в библиотеке Крашенинникова чествовали адвокатов, прокуроров, в общем лучших представителей профессии. Всего грамоты и благодарственные письма получили 32 человека. Среди них, например, Сергей Щепилов, депутат за Сычой, Вадим Иванов, председатель комиссии по законодательству и местному самоуправлению МГСД. И для справки, почетное звание юрист года города Магнитогорска было учреждено в июне 2010 года, присваивается оно за выдающиеся профессиональные достижения юристам в любой сфере деятельности, за значительный вклад в профессиональной сфере и поднятие престижа профессии, решения Магнитогорского городского собрания. И что важно, дается это звание раз в жизни. Да, мы поздравляем вас за служенные награды. Спасибо. Кстати, вот оно. Да, со званием юрист года. Вот такой диплом, номер 15. Всего с 2010 года 14 человек получили, я 15-й. Так вот эмоции, эмоции просто так награду не дают все-таки. Если честно, конечно, это очень неожиданно с одной стороны. С другой стороны, я вот эту награду рассматриваю прежде всего как признание заслуг именно учителей. Моих учителей, которые вложили в меня знания, опыт и свою любовь. Потому что без этого воспитать юриста просто невозможно. Это сегодня присутствовали Марина Семеновна Ширяева, Ирина Ивановна Стрелкова, Ирина Петровна Салопаева, Михаил Владимирович Млухин. Перечислять можно десятки имен. Особенно я благодарен Любовь Тимофеевне Гампер. К сожалению, вот сегодня ее не было. Мы надеемся, что в следующем году она обязательно вновь возглавит это мероприятие. Но в моем дипломе об образовании высшем стоит именно ее подпись как председателя экзаменационной комиссии. И именно она фактически дала вот эту путевку в жизнь. И на сегодняшний день она с заботой сопровождает уже в рамках ассоциации юристов. И вот все эти люди, именно их фамилии вписаны вот в этот диплом. Вписаны золотыми буквами. И прежде всего я бы хотел поблагодарить их. А вообще, Фринц, вот вы сказали о педагогах, об учителях. Почему вы выбрали именно эту профессию? Ну и вообще как давно пришли? Со школы. Мне кажется, вот сколько себя помню, я всегда хотел быть юристом. Потому что когда смотрел в детстве фильмы, когда наших бьют, всегда хотелось встать на защиту. То есть, и вот сколько себя помню, я всегда себя видел в роли вот именно защиты. Когда кого-то обижают, вот надо обязательно помочь. Тем более, учитывая вот эмоциональный такой повышенный характер, оно всегда вот как бы на передовой. И поэтому, когда я заканчивал школу, и как раз в городе появилась специальность юриспруденция, у меня как бы даже и не было мысли, куда поступать. Единственное, я решил подстраховаться, учитывая высокий конкурс, там более 15 человек на место. И тем более, мне говорили, что ты не поступишь. Значит, и соответственно, да. Кто говорил? Ну, например, когда я смотрел фамилии тех ребят, которые вот в списках, я понимал, что у меня шансы-то невысокие. Ага, вот. Вот, да. Значит, естественно, там были дети прокуроров и так далее, известных людей других. Значит, у которых уже, казалось бы, такой юридический семейный клан сложился. Значит, и параллельно я подавал документы на иностранные языки, учитывая, что закончил 33-ю школу с углубленным изучением. И самое интересное, я помню, когда был вступительный экзамен по обществознанию, я ответил на два вопроса билета, мне задали несколько вопросов дополнительных, я полностью ответил, я посмотрел, как члены комиссии между собой так переглянулись, и задали последний вопрос, самый главный сюжет программы «Время накануне». Естественно, этот вопрос меня полностью ввел в ступор, потому что программу «Время накануне» я, ну, никак не смотрел, а готовился к вступительному экзамену. Значит, естественно, на этот вопрос я не ответил, и мне снизили несколько баллов. Уже в дальнейшем, работая вот с этими же преподавателями на кафедре, конечно же, они мне признались, что им нужно было задать какой-то вопрос, чтобы снизить баллы. Но даже это им не помогло, и я все равно поступил. То есть, они говорят, что не хватило совести окончательно. А говорят, что можно завалить вообще любого каждого, да? Да вот не любого, значит, да? Ну, в данном случае, да, вот потом мы улыбались, как бы, вот коллеги, они признавались, что да, надо было вывести за список, но вот не получилось. И мне сказали, что ректор дал добро на увеличение количества группы. А свой первый процесс помните? Да. Я точно помню, это был бракоразводный процесс, раздел имущества. Я очень долго готовился к этому процессу, почитал много литературы, и мне казалось, все, мы должны победить. Вы уже не были студентами? Нет. И я помню, на другой стороне пришла Людмила Геннадьевна Шашева, адвокат. Я помню, она зашла тихо, сказала мало. Судья слушала ее с таким вот вниманием и восторгом. И в итоге Людмила Геннадьевна победила. Но вот эта горечь поражения, да, она как бы у меня отсутствовала, потому что прежде всего у меня было желание, как губка, впитать вот этот опыт Людмилы Геннадьевны. И я помню, что вот дикое желание было познакомиться с ней. И я помню, в самое короткое время она председатель Магнитогорской городской коллегии адвокатов, одна из самых известных адвокатов города. И мне было первое желание с ней познакомиться, выпить чай, и просто вот, чтобы она поделилась своим опытом. И на сегодняшний день я очень дорожу вот общением с ней, потому что каждый раз от нее получаю какой-то совет, такой актуальный. И вот в любом деле она такой совет даст. И думаешь, ведь правда. А она вам не говорила, что вот если бы ты сделал то-то и то-то, то выиграла бы? По первому делу нет. Мы к тому делу не возвращались, потому что я полагаю, что ее позиция была более сильная. Понятно. Елена, теперь вопрос к вам. Вообще расскажите, какими качествами должен обладать юрист? Как показывает реальность, большинство студентов инфантильные. То есть они даже в 18-летнем возрасте считают, что они дети. То есть в первую очередь будущий юрист должен осознать, что ему нужна именно эта профессия. Понять, что только от него будет зависеть не только его судьба, а собственный кошелек, но зависеть судьбу людей. Потому что здесь важно не только вложить знания. Как правило говорят, что юрист должен обладать достойными, профессиональными и моральными качествами. В первую очередь тебе указало моральные. Еще знаете такой нюанс? В свое время Достоевский сказал, что высшая черта, крайняя черта русского народа – это чувство справедливости, ее жажда. Вот в первую очередь, наверное, из моральных черт в юристе должно быть это. Ответственность, самостоятельность и, конечно, профессиональные знания. Быть очень оперативным в решении конкретных вопросов. Потому что он должен понимать, что за ним судьба человека, судьба общества и в будущем судьба государства. Мы это видим по тем обстоятельствам внешней политики, внутренней политики нашего государства. Я думаю, это... Обостренное чувство справедливости. Обостренное чувство справедливости где-то. Но вы знаете, сейчас понятие справедливости очень размытое. Потому что такая банальная фраза – то, что вчера было хорошо, сегодня стало плохо. А то, что сегодня плохо, вчера было хорошо. И у каждого своя правда. Но истинные ценности. Вот я хотела бы указать, что, знаете, хотела сказать, да почему мы пришли. Потому что в поисках справедливости мы идем к закону. Мы считаем, что закон справедлив. Но, в свою очередь, и закон должен строиться на морально-нравственных принципах. Вот, например, Гитлер в свое время говорил, что не нужно ориентироваться на внешние позиции морали и нравственности. Нужно, чтобы закон указывал людям нравственность и порядок. То есть, если убивать людей в законе установлено, значит, это нравственно, говорил Гитлер. То есть, важно, чтобы сегодня закон все-таки определял принципы добра и справедливости, те базовые, которые человечество знает, просуществовать большое количество тысячелетий. Елена, такой еще момент. Ну, секунду, у нас вопрос был запланирован. А сейчас в последнее время появляется как раз-таки очень много законодательных инициатив. Разные. Вот на ваш личный взгляд, какая из них, вот, например, возьмем последний год, какая из них несовершенная? Не самая совершенная. Да, не самая совершенная. Ну и какая удачная совершенная? Вы знаете, вопрос, законодательные инициативы направляются в какой орган? Законодательное собрание Челябинской области или законодательное? Нет, давайте, может быть, про федеральный уровень. Вообще, про федеральный уровень. Вы знаете, что как раз мы затронули в вопросе этики и морали. Допустим, если мы возьмем Европу, то для них, допустим, основополагающие инициативы, которые сегодня принимаются, это инициативы, которые поддерживают аморальный образ жизни. То есть, и данные инициативы порой представлены или предлагаются Государственной Думе, да, направлены на нарушение традиций нашего многоцинального российского народа. И именно эти законодательные инициативы считаю неприемлемыми. А второй вопрос вы сказали? А удачные? Я бы, конечно, поддержала инициативу патриарха, который указывал на необходимость вынести за рамки оплачивания со стороны государства в медицинском полисе, например, те же самые аборты. То есть мы сегодня самостоятельно, именно за счет государства, уменьшаем численность российского населения. Тем самым, как сказал буквально позавчера Владимир Владимирович Путин, мы вымираем, мы вырождаемся. То есть получается абсурд. С одной стороны, государство оплачивает аборты, с другой стороны, предлагает материнские капиталы, другие средства для того, чтобы возродить. То есть вот такое противоречие указывает несовершенство. Понятно, позиции по данным вопросам понятны. Может быть, Станислав, есть что-то добавить? Я бы вернулся к вопросу, какими качествами юрист должен обладать. Я бы сказал, очень важно порядочность, человечность и, главное, любовь к клиенту. Я могу сказать, что ни одно дело не будет выиграно, если ты не любишь клиента. Потому что, когда человек к тебе приходит, полюбив клиента, ты вникаешь в суть вопроса, проблемы, и только в этом случае Бог дает возможность прийти к нужному результату. То есть, если не будет любви к клиенту, не будет результата. Во всяком случае, по своей работе я могу это сказать точно. Потому что каждый клиент, который прошел через меня, ну, я не скажу, что мы стали друзьями, но, во всяком случае, они оставили очень большой след в моей жизни. И со многими мы поддерживаем очень добрые и теплые отношения. Я прошу прощения, можно я здесь дополню? Вот Станислав Иванович получил данный диплом «Юризм года города Матогорска», потому что он, так скажем, решает вопросы не только на коммерческой основе, но и на некоммерческой основе. То есть он, как скажем, занимается общественной деятельностью, предоставляет бесплатно юридические услуги, да, и вкладывает душу не за деньги, да, а вкладывает душу именно в судьбу, так скажем, человека, который к нему обращается. Да, вот, кстати, следующий вопрос об этом. Вы юрист и кроме этого члены общественной палаты. К вам часто за помощью обращаются люди, а получается вообще всем помочь? Людей очень много, наверное, проблем много. Надо понимать цель создания общественной палаты. То есть общественная палата – это орган контроля за властью. Соответственно, люди, которые к нам обращаются, они должны понимать, для чего они идут и какую цель они хотят получить. Если у человека ситуация связана с тем, что они несправедливо пострадали от власти, неважно на каком уровне, то общественная палата – это тот орган, который поможет. Но у нас очень часто люди приходят, у них частные вопросы. Например, недавно пришли соседи по садовому товариществу, спорят из-за полметра земли. В одну сторону, в другую сторону. То есть они не могут договориться по-соседски. Они прошли адвокатов, им не помогли. Они приходят в общественную палату, надеясь, что мы сможем помочь. Но я полагаю, что в данном вопросе, прежде всего, люди должны успокоиться и просто-напросто, чисто по-русски, прийти с пряниками, выпить чай. И я считаю, что эти полметра земли никак не решают. Тем более, там уже построена баня. И понимаете, вот этот иск, когда человек требует снести баню из-за того, что баня заходит на чужой земельный участок на полметра, я считаю, это неправильно. И когда люди приходят с такими частными вопросами, конечно, я как юрист стараюсь помочь. Но в то же время, поймите, это не совсем уровень общественной палаты. А вот тогда, когда у нас граждане приходят и, например, не получили помощи в пенсионном фонде, не получили помощи в органах власти, в органах полиции, вот здесь мы реагируем моментально, конструктивно и к нам прислушиваются. Ну, истории на самом деле очень много бывает, где юристы помогают. Истории бывают невероятные. И об одной из них мы сняли сюжет. 82-летняя пенсионерка Анна Сергеевна оказалась в сложной ситуации. Родные дочери хотели выселить ее из дома, лишить всех денег. Судебные тяжбы длились несколько лет. Пока не вмешались вы. Давайте посмотрим. Свой небольшой, но добротный дом Анна Сергеевна построила сама. Говорит, думала он станет родовым гнездом, а он оказался камнем раздора. Из-за 44 квадратных метров родственники устроили бабушке настоящую травлю. А началась эта история еще в далеком 2000 году, когда Анна Сергеевна попала в больницу с инфарктом. По словам пожилой женщины, ее старшая дочь тогда буквально заставила ее написать дарственную на правнука, подарить ему половину дома. Бабушка выздоровела, но в планы родственников это, видимо, не входило. Правнук стал настойчиво выгонять ее из родного дома. Скандалы, оскорбления, несколько лет ежедневной травли. И, наконец, бабушка не выдержала. Обратилась за помощью в Магнитогорскую общественную палату. Анна Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Юристы в помощи не отказали и начали процедуру обжалования договора дарения. Длилась тяжба два года, пока внук сам не ускорил процесс. В одном из приступов агрессии набросился на бабушку прямо на крыльце ее дома. Упала? Ну, давай меня иначе услышим. И весь бок разбил мне правый. Договор дарения после такого, естественно, был расторгнут. Произошло это в декабре 2015 года, и тут бабушку ждал новый удар. В то самое время, когда она в областном суде отстаивала свои права на дом здесь, в Магнитогорске, ее признали недееспособной, причем заочно. Ни иска, ни самого решения суда ответчица поначалу в глаза не видела. И только после того, как два месяца она не получила пенсию, она вновь обращается в общественную палату. Мы запрашиваем документы и выясняем, что бабушка оказывается недееспособной, и у нее уже назначен опекун, ее родная дочь, которая получает за нее пенсию. Эту пенсию, естественно, бабушке не передает. Девять месяцев Анна Сергеевна жила без денег. Родственники даже отрезали ей телефон. Единственную связь с миром. Принесут булку хлеба и пол-литра молока пакетик. Не сдохнешь. За дело бабушки вновь взялись юристы общественной палаты. Ознакомившись с документами, они были возмущены. Недееспособной признали бабушку, которая самостоятельно в свои 82 года топит баню, ведет большое хозяйство. И более того, Анна Сергеевна сама убирает в доме, печет хлеб и заготавливает соленье на зиму. Вот ее помидоры, капусту она уже насолилась со своего рода. Она плохо ходит, но это не мешает ей вести нормальный образ жизни. По городу бабушка передвигается на такси. А несколько лет назад она без сопровождения летала к сыну в гости Петропавловск-Камчатский. Областной суд нашел столько нарушений закона. Во-первых, суд не выезжал по месту жительства бабушки. Сама бабушка не принимала участия в заседании. Значит, ни на какую судебную экспертизу медицинскую бабушка не ходила. Мы столкнулись с ситуацией, когда вот, казалось бы, столько людей вовлечено, и, казалось бы, люди должны очевидные факты видеть, но только общественная палата смогла вот в данной конкретной ситуации помочь. Не обошлось, как всегда, без личного участия Валентина Федоровича Романова, который очень сильно переживал за эту ситуацию. Он лично отслеживал каждый этап. Мы это все доказали, и вот она уже перед Новым годом получила документы, что она одееспособная, брали опекунов. Но на этом история не закончилась. Пенсия бабушки не дает покоя ее детям. Месяц назад они подали в суд новое заявление. На этот раз требуют признать Анну Сергеевну ограниченно дееспособной и просят назначить ей попечителя, который будет получать бабушкину пенсию. Анна Сергеевна настроена решительно. Говорит, свою состоятельность готова доказывать и дальше. И надеется, что в этот раз ее хотя бы о начале процесса известят. У нас есть звонок. Ирина Павловна до нас дозвонилась. Здравствуйте. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Если позволите, мне хотелось бы сказать несколько благодарных слов в адрес Станислава Ивановича Марайкина. Конечно. Вы знаете, вот в силу жизненных обстоятельств у меня сложилась действительно сложная и запутанная ситуация. Вот. И я была вынуждена обратиться за консультацией ко многим специалистам, к юристам. Началась вот эта вот эпопея. Но знаете, вот только со Станиславом Ивановичем мы дошли до конца и победили. За что ему огромное человеческое спасибо. И, конечно же, теперь он стал моим другом и помощником в любой ситуации. За консультацией только к нему. И все мои знакомые, я рекомендую обращаться исключительно к Станиславу Ивановичу. И, знаете, поражалось, что вот он ни своих сил, ни здоровья, ни времени не жалел. При этом он еще меня уже, знаете, падшую духом поддерживал. Говорил, что все получится, что мы дойдем до конца. Он шел к своей поставленной цели. И вместе с ним мы добились победы. Но сказать только могу одно, что грамотный, компетентный, опытный специалист, профессионал своего дела и как человек очень чуткий, внимательный. Все понятно. Ирина Павловна, время эфира. Не резиновое. Спасибо большое за звонок. Спасибо большое. Да, вообще вот разные люди, разные судьбы. Каждую историю через себя вообще пропускаете? Я да. Я думаю, что как бы не говорили, что надо относиться формально. Это невозможно. Я вообще считаю, я очень уважаю людей, профессионалов. Неважно в какой области. Но чтобы быть профессионалом, я считаю, нужно дело пропустить через себя. Вот любое дело, если оно пропущено юристом через себя, оно только в таком случае будет результат. Хотя на практике действительно получается иногда, допустим, такие простые дела, когда ты меньше внимания уделяешь, и где-то даже забыл что-то, они стопроцентно выигрышные. Парадокс. Они сами собой выигрываются. А то дело, которое, допустим, очень долго, кропотливо, каждую минуту думаешь, ночами иногда мысли приходят. Вот у меня, например, иногда думаешь, думаешь, во сне приходит какой-то ответ. Встаете, записываете. Нет. Вот на утро помню. И как бы, вот вы знаете, могу сказать, что да, каждое дело, оно должно быть пропущено через человека. Не знаю, как Елена Владимировна, но, например, когда я преподавал, точно так же любая лекция, любой студент, он пропускается через преподавателя. Вот зная Елену Владимировну, я знаю точно, вот она точно всех студентов пропускает через себя. То есть она настолько вот чутко реагирует на… Согласна, да? Я человек просто очень эмоциональный, да, и боюсь впуститься в соответствующее рассуждение. Конечно, потому что передо мной совершенно, так скажем, юные сердца, юные души, которых нужно направить в соответствующее русло. Потому что если работаешь без души, не нравится, ты не выполняешь свои обязанности, как минимум свои трудовые обязанности, максимум человеческие. Ведь каждый из нас здесь, на земле, выполняет соответствующую роль. Да, я вот хотела сказать по поводу слов Станислава Ивановича. Дело в том, что вот, хотя я только вот первый созыв, сейчас второй созыв в общественной палате, но нужно сказать, что роль общественной палаты, вот в данный момент, она растет. И приятно, что приходят люди, вот в период дежурств, кстати, ежедневно, с понедельника по пятницу, с 4 до 5, общественная палата ведет прием, в 116 кабинете приходите, уважаемые горожане с своими проблемами. Но даже приходят люди, которые просят у общественной, у представителей общественной палаты отменить решение суда. И здесь нужно горожанам, конечно, сказать, что общественная палата, прежде всего, выполняет здесь как рекомендательную роль, консультативную роль направляет. Жаль, что, конечно, у общественной палаты не такие грандиозные полномочия, которые хотелось бы иметь. Но знайте, что общественная палата отменить решение суда не может. То есть мы можем в дальнейшем направить вас, если вы не прошли все инстанции. Да, отлично. Продолжим чуть далее. Сейчас давайте перервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Вечером так мало света Пешеходы незаметны Чтоб не счастье не случится Надо нам, друзья, светиться Это знаки, это ленты Это чудо, элементы Световозвращающие Света освещающие Эту песню не забудь И безопасным будет путь Станислав, вы разговаривали только что про общественную палату, а Валентин Федорович Романов-то поздравил вас. Конечно, более того, он вместе с руководителями города вручал диплом, сказал теплые слова. Я очень благодарен Валентину Федоровичу. Я, собственно говоря, в общественную палату пришел только потому, что увидел фамилию в списке Романова. И вот тот опыт, который сейчас я получаю с ним, это, конечно, необыкновенный опыт. И я более того хочу сказать, что те результаты, которые достигнуты общественной палатой, это, конечно же, результат Романова. То есть на его имени большинство дел решаются. И вот здесь вот еще одна черта юриста – это чувство юмора. Заговорили о Валентине Федоровиче. Сложные ситуации. Бывают такие сложные ситуации, когда просто хочется плакать, да, но чувство юмора – вот еще одно качество, которое необходимо юристу. Выручает. Да, выручает. У Валентина Федоровича оно есть. Оно есть, но у него нет юридического образования, но по сути он знает. Валентин Федорович – настоящий гениальный человек, он действительно вождь. Хорошо ориентируется. Он настоящий учитель. Все понятно. А есть такое выражение. Вот не важно, кто виноват, а важно, чей адвокат лучше. Вот вы как к этому относитесь? Так, кратенько прям. Я могу сказать по наблюдениям, подстать клиенту – я адвокат. То есть… Подобное к подобному. То есть это судьбой предрешено. Да, то есть я раньше, например, очень жалел, допустим, ну надо же вот человеку достался, ну немножко вот как-то вот не так, да. Теперь я абсолютно спокоен, потому что понимаю, что Бог так расставляет, что конкретному человеку дается конкретный защитник. Порой, знаете, как врача выбираешь, вот врача, врач он тело лечит, да, а юрист он лечит твою судьбу. И нужно увидеть своего человека, да, в юристе, с которым можно найти легкий контакт. Да, мистика прям какая-то. Но, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Мы еще раз поздравляем вас с наступающим днем юриста, ну и вас, конечно же, Стас, поздравляем с этим дипломом, с названием юристов года. А мы, со своей стороны, хотим поздравить всех юристов, независимо от специализации, места работы, с профессиональным праздником, вам профессиональных успехов, здоровья. И главное, чтобы в семье вы находили ту отдушину и те силы набирали, которые тратите на работу. Да, действительно. Мы прощаемся с вами. Спасибо всем. Спасибо зрителям. До свидания. До свидания. Спонсор программы Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин